Никто ко мне пришел врачить, не нашел. Мне лишили... Дочка лежит у меня. Сейчас, вы понимаете, она полгода лежит лежачая. Ну, у вас, то есть, вот это единственный путь через вот этот участок, да? Единственный. Все. Ага. Все. У меня нету нигде ничего. У меня была машина. Были молодые. Да, мы ездили оттуда. Вот я выходила. Вот так через туда, 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 туда. И вот так выходила на главную улицу. Это что дело? Не, ну сейчас-то здесь вот это кто вам чистил, вот этот пароход? Это почистили у меня вот люди. Соседи? Соседи. Давно? Давно почистили? Ну, как, дня три назад. Ага. Они видят, что... А у вас муж пытался сам чистить, но он болеет, да? Ну, что он... Второй... Три инсульта. Он на инвалидности. Он вот так вот ходит еле-еле, понимаете? И я сейчас, говорю, сейчас лягу, все, ко мне не прийти. А у вас так каждый год, да? То есть... Каждый год. Вы хотите, чтобы вам почистили вот ту дальнюю дорогу, да? Мне не надо чистить. Мне хотелось бы, чтобы у меня был проход. Ну вот проход-то есть, в принципе, но это чужой участок. Это чужой участок. Ага. Видите, сгорел дом. Он был, этот дом, основным. Это была пристроечка. Маленькая. А не видите, выстраиваете что? Ну, это понятно. Они-то вам, в принципе, не мешают. Здравствуйте. Они на мою еще... Вылезли на мою часть. Вам сколько лет? 70. Вы перенесли сейчас химиотерапию, насколько я понимаю, да? Мне назначена химиотерапия. И вот мне сказано, не выходить из дома, потому что химиотерапию, вы сами знаете, должно быть нормальное состояние. Потому что у меня 8 числа. Ну, понятно, понятно. И я не выхожу. А муж в каком состоянии? Сейчас лежит. Лежит, да? А он после инсультов, да? Да, но он хоть маленько мне прочищал, хоть что-то помогал. А сколько ему лет? Он болит у меня, 66 ему. А дочке сколько? 51. А дочка тоже болеет, да, Эрика? Да, вот она лежит сейчас вот у меня. Но она более-менее сейчас как-то... Тут как проблему-то решить? Вы сейчас будете изучать кадастровые документы, да? Потому что как мы это точно с соседями вопросами не решили. Не решили, да? Это только в судебном порядке. Только в судебном порядке, чтобы они сносили там, давали проход. Подождите, надо сначала понять, откуда у него вход. Надо смотреть сервитуты. Какие-то, это кадастровые планы с БТЕ. Дело все в том, что ей по большому счету надо отбросить все эмоции. И вопрос сервитутов решается в судебном порядке. И просто решается так. Вы можете и... Понимаете? Не полят. Ну разбираться, вот люди приехали как раз. Не пойдем, мы сейчас посмотрим. Посмотрим, как она входить должна. Если нужно, помогите, пожалуйста. Я что-то как бы ее... Вот как она сколько ходила, помню. Она очень горелая. Что ей никак... Она несколько раз судилась в суд. А, она судилась с вами, да? Прямо сказал, что у нее есть сервитут. Откуда у нее? Что? У нее заход оттуда? Да, все верно. Вот, пожалуйста. Нет, сбоку или сзади? Там нет дороги. Но она же с вами судилась, да? Да, да, все верно. Я говорю. Значит, вы планы-то помните? Как вот у нее здесь за бачка заход? Или вот оттуда, где уже дорога? Нет, она не имеет права ходить по территории, потому что это не ее территория. У нее дорога вот так идет. А там она засыпана вся, да? И там ее никогда не чистят. Мы сейчас никого не обвиняем. Ну, я понимаю, но мы как бы тоже. Знаете, у нас есть два решения. Так вы мне скажите, по ее решению-то вот тут сбоку, вот сразу, как она сейчас ходит? Или вот оттуда сзади? Она ходит по нашей территории. Это общая территория, которая принадлежит трем дольщикам. В данный момент она ходит по этой территории. Но она имеет право там ходить? Нет, конечно. А мы же не даем согласия. А по плану у нее заход где? По плану, честно говоря, я не могу сказать. По плану сзади, там вот дорога идет засыпанная. Я говорю сзади, да? Но она засыпана, то есть как бы вся. И там снега выше, чем по колено. А вас как зовут? Артур. Ну, потому что мы, например, к своим домам сами чистим сзади. Ну, понятно, но она-то сама не может ведь. Ну, к сожалению. Классно.